Хочется понять, есть в списке, есть несколько человек, за которые я готов проголосовать. Мы отправляем список в регионалку, и там, значит, будет или кого-то, может быть, вычеркнут, или кого-то, будут они принимать решение. А окончательное решение мы будем принимать здесь, на полицовете, будем голосовать в темную. Я сегодня прихожу, мне говорят, либо за, либо руку. Я голосую за Берсенева, а я вынужден ставить, я примерно говорю, против, потому что я за другого не хочу голосовать. Непонятная позиция. Есть список, за него нужно голосовать Петров, Сидоров, Иванова, Берсенев. Нас заставляют в приказном порядке, нас заставляют голосовать. Ну а почему вы не подняли этот вопрос на заседание полицовета? Я в прошлом полицовете поднимал вопрос, что с некоторыми кондитутурами я не согласен. Мне объяснили руководители нашего партийного отделения, что этот список будет согласовываться в региональном отделении, и что могут быть всякие изменения. Поэтому окончательно будет вынесен этот вопрос на именно вот сегодняшний полицовет, где будет тайное голосование. Я просто не думаю. То есть вы были уверены, что по каждому персонально? Я считал и считаю, что должно быть это серьезное дело, это серьезное мероприятие, это связанность нашей жизни потом в городе Перу-Уральске. Кто будет в Думе у нас работать? Я считаю, что мы должны быть по карте кондитута отдельные голосования. Как вы считаете, чем это связано? А это я считаю связано с праймерисом, который был проведен с нарушениями. И вот это сегодняшняя процедура. Поэтому я не знаю, что дальше будет. Хотя я где-то согласен с теми членами полицовета, которые бы думали, что мы будем красовать персонально. То есть список, но против каждой фамилии, за или против. То есть вы никого не ожидали? Я не ожидал, что будет и минута. И в большей части мной неприемлемо. Всего изготовлено бланком бюллетеней 50 штук, выдано 33, погашено 17. При вскрытии ящика для тайного голосования обнаружено 32 бюллетеня, действительные 32. В результате подсчета за 18 голосов, против 14. А вот с чем связано недовольство некоторых членов полицовета с сегодняшней процедурой? Ну, я думаю, что, скорее всего, члены полицовета, наши старые единороссы, старая гвардия, можно так сказать. Но, к сожалению, по причинам одни в праймерис не участвовали, другие в других низкий рейтинг. Они просто не попали в партийные списки и в списки по двухмандатным округам. Из-за этого, скорее всего, было недовольство. Скажите, пожалуйста, вы ожидали, что будет голосование в таком жестком режиме проходить? А что я имею в виду, перевес очень незначительный за принятие списка? Ну, вот вы понимаете, что, значит, мы все ожидали, в принципе, все ожидали. Но результат, он должен быть реальный и предсказуемый. Предсказуемый по одной простой причине, потому что те люди, которые в окончательном списке были, они большую процедуру прошли и праймерис, и согласование. И уже на окончательном полицовете, значит, их уже утверждали. Я считаю, что другие рейкировки, просто региональные, вот представляете, значит, другой человек предложил свою кандидатуру. Он не участвовал в праймерисе, его не утвердил региональный исполком. Но это просто неправильно, и это не согласно уставу партии. Даже не рассматривается такой вариант. Просто я к тому, что большинство этих людей, которые победили на праймерисе, они, собственно говоря, перед зрителями-то и не выступали. Ну, вот понимаете, процедура праймериса не говорит в обязательном порядке, что кандидат должен выступать. Он может выступать, может не выступать.